На Земле живут существа из космоса. Пришли сюда миллионы лет назад. Ты веришь в неземную жизнь? Если да, то вероятно заинтересуют тебя новые сообщения группы ученых. В опубликованном недавно отчете они утверждают, что пришельцы прибыли на Землю сотни миллионов лет назад как замороженные яйца. Сегодня они – осьминоги. Необычные претензии были включены в доклад группы из 33 ученых, опубликованный в журнале «Прогресс в области биофизики и молекулярной биологии». В статье предполагается, что объяснение внезапного расцвета жизни в кембрийской эпохе, около 510-540 миллионов лет назад, лежит в звездах и является результатом бомбардировки Земли облаками органических молекул. Ученые приводят в нем еще более необычное утверждение об осьминоге, который, эволюционировал на Земле около 270 миллионов лет назад, через 250 миллионов лет после Кембрийского взрыва. Статья утверждает, что генетический материал осьминога состоит аж из 33 тысяч генов белков, то есть больше, чем у современного человека. Большой мозг, сложная нервная система, глаза напоминающие камеру, гибкое тело, мгновенный камуфляж благодаря которому есть возможность менять цвет и форму, вот лишь некоторые из удивительных особенностей, которые внезапно появились на эволюционной сцене с осьминогами. Подобные гены трудно найти в любой ранее существующей форме жизни. По словам ученых они похоже заимствованы из далекого будущего или скорее всего из космоса. Они предполагают, что эта форма жизни поражает Землю в виде связной группы генов например в форме замороженных и оплодотворенных яиц осьминога. Это предположение интересно, потому что осьминоги часто представлялись как возможная форма инопланетян. В войне миров 1898 года Герберт Джордж Уэлс описывает марсиан как существ, подобных осьминогам, с массивными мозгами. Головоногие, особенно осьминоги считаются самыми умными из всех беспозвоночных. Их мозг действительно большой по сравнению с телом. Было даже замечено, что они используют заброшенную кокосовую скорлупу для строительства укрытий. Субтитры создавал DimaTorzok